всем привет друзья меня зовут данил это обзор от команды таганай и сегодня долгожданный обзор на аэс вал от 9 на 39 сравнений с приводом от лс и досмотрите до конца в конце будет мнение одного очень уважаемого человека по вопросу сравнения этих двух приводов итак поехали я постараюсь не повторяться с тем что рассказывала в обзоре сравнение винторезов а таких производителей если не видели ознакомьтесь но а и свал модель очень популярная делая в свое время сравнение привода от лсити с приводом и лай и там основные недостатки лсити шника перечислил но тем не менее сегодня может быть к некоторым из них вернусь и так аэс вал или автомат специальный является логическим продолжением развития идей в сс винторез только вместо сплошного рамочного приклада здесь приклад был складной и ну какие-то небольшие были конструктивные особенность которые для страйкбольной реплики в принципе роли никакой не играют аэс вал от компании 9 на 39 это седьмое поколение версия полу люкс чем она отличается от серийной коротко расскажу но чуть позже и так привод полностью абсолютно сделан из стали магнитится у него абсолютно все кроме цевья и рукояти которые сделаны из пластика магазин также пластика по поводу качества сборки нет люфта у pbs нет люфта у целика нет люфта у шторки затвора нет люфта у рукояти нет люфта у магазина нет люфта у приклада и нет люфта у цевья здесь люфтов нет принципе вообще нигде я настолько крепкого крепко сбитого автомата не видел давно просто шикарно по качеству покраски здесь но можно сказать небольшое слабое место 9 на 39 покраска фосфатный лак здесь все антуражно но держится она не супер прочно то есть где трение металла по металлу она будет сдираться пластик или там какие-то кирпичи бетон в принципе особо это покрытие не царапают но тем не менее привод при эксплуатации достаточно быстро у вас придется так называемый антуражный внешний вид на самом деле если вы видели боевые аэс вал они тоже достаточно быстро теряют свою краску я уж не буду сравнивать насколько это одинаково быстро происходит но тем не менее они выглядят всегда тоже потертыми так что здесь ничего страшного но покрытие не самая стойкая привод от lct это всенародный любимец сделан он точно также из стали магнитятся абсолютно все детальки за исключением опять же цевья рукояти и магазина по качеству сборки все тоже в принципе неплохо нет люфта у пбс болтается немножко целик но вот у магазина есть люфт небольшой люфт есть рукояти небольшой люфт кстати у приклада вот в остальном все сбито весьма хорошо плюс здесь очень стойкое покрытие правда это воронение что абсолютно неверно боевые аэс вал вороненными никогда не были все они были крашенными как период от 9 на 39 но зато это воронение во первых выглядит неплохо пусть и не совсем антуражно во вторых держится очень стойко чтобы его содрать придется постараться привод от lct обладает рядом конструктивных недоработок которые на мой взгляд очень сильно портят впечатление от этой модели первое на что я обращу внимание это невозможность отрегулировать хоп-ап через окошко выбрасывателя вы просто не имеете здесь к нему доступа для того чтобы хопа подрегулировать он придется снимать крышку ствольной коробки что крайне неудобно в условиях боя вторая недоработка это то как выведена проводка в пбс здесь эту проблему владелец уже решил он проводку вообще вывел в приклад специальный подсумок чтобы улучшить еще и баланс привода про него я скажу чуть дальше так вот проводка в оригинале выводится в пбс чтобы пбс снять вы нажимаете на кнопку и поворачиваете этот самый глушитель если вы повернете его по часовой стрелке вы порвете проводку просто перекусите и и поворачивать надо против часовой 90 градусов и только так вы сможете снять пбс не повредив проводку одна ошибка и провода вы перекусили на мой взгляд очень корявое решение при том что например и у инпу аек и у 9 на 39 от проблема решена элементарно следующая недоработка л сети это слишком высокая крышка ствольной коробки которая на сантиметр выше чем у боевого из-за чего суда никогда не установится ни один из прицелов семейства псо что конечно же очень печально особенно для владельцев оригиналов этого прицела но тем не менее чтобы поставить такой прицел на л сети придется либо стачивать лампочку подсветки либо использовать специальные переходники следующая конструктивная недоработка л сети на мой взгляд самая серьезная это его чрезмерный вес и отвратительный баланс дело в том что привод весит с аккумулятором и магазином аж три с половиной килограмма что на целый килограмм тяжелее чем боевой айс вал плюс у привода очень сильно смещен баланс в сторону глушителя когда в глушителе еще и аккумулятор расположен он просто клюет носом невероятно сильно удерживать этот привод в руках неприятно для этого требуется достаточно большая физическая сила и это совершенно никакого отношения не имеет к настоящему айс вал который был всегда легким изящным удобным оружием это оружие для спецподразделений там не может быть вот такого куска стали это конечно очень и очень печально не удобно и не копийно а вот привод отдельно 39 по вопросам веса и баланса является на мой взгляд эталоном потому что он сбалансирован шикарно очень легкий весит неснаряженный ровно два с половиной килограмма наглушитель не заваливается абсолютно даже когда там расположен аккумулятор это пример для подражания и именно этот привод лучшим образом передает дух и ощущение от боевого аэс вал у привода 9 на 39 тоже есть определенные ну конструктивные недостатки и недоработки они не настолько фатальны какой сети но умолчать о них тоже было бы неприлично hop up здесь регулируется отлично через окошко выбрасывателя с этим все круто из недостатков могу сказать неудобное отмыкание пбс дело в том что здесь он фикси зафиксирован винтом который прячется под прицельной планкой соответственно чтобы пбс снять и заменить например аккумулятор надо будет отверткой этот винт выкручивать соответственно на игры придется с собой отвертку брать другое дело что при съемке пбс вы никогда не повредите провод кому что она находится внутри и там очень надежно спрятана ей ничего не грозит также небольшим недостатком могу назвать работу переводчиков режимов огня дело в том что в режиме одиночного огня он находится под углом 90 градусов к оси спускового крючка и когда вы к спуску тянетесь пальцем вы этим пальцем частично задеваете переводчики режимов огня его угол и хотя он был сглажен и совсем не острый но все равно это не очень приятно плюс в положении автоматического огня он находится наоборот абсолютно параллельно оси спуска и его но без сноровки определенной не всегда удается из этого положения переключить на одиночный режим быстро то есть он прячется за спусковой скобой это мелочи на самом деле потому что работает переводчик очень надежно как вы слышите достаточно четко есть фиксация в крайних положениях то есть это больше уже придирки но тем не менее я вот на это внимание обратил далее если уж совсем придираться можно упомянуть также про пластик вроде как не самый он прочный у 9 на 39 лично у меня проблем с ним не было потому что это привод выпуска после января шестнадцатого года на который устанавливаются более толстые пластиковые детали в частности и цевьё и рукоять чуть толще и поэтому пластик здесь усилен плюс у него какое-то еще покрытие идет дополнительное вот но вроде как раньше со старым пластиком были нарекания что например на морозе откалывались кусочки при попадании мощных тюнов сейчас такой проблемы быть не должно вроде бы но тем не менее у лсити пластик все-таки выглядит более прочным и более качественным это факт по вопросам копийности в принципе у вала от лсити те же проблемы что и у винтореза от лсити я их сейчас просто назову это не совсем правильная мушка целик с правильной шкалой разметки сделан хорошо а вот ложа целика не совсем верная по форме внешний вид и фактура цевья вы можете заметить что у лсити цевьё более шершавая да и фактура цевья сделана как будто бы лучше но на самом деле тоже она не идеальна но 9 на 39 плюс цевья в том что она значительно уже чем у лсити что более копийно она по толщине фактически соответствует боевому и также самое главное 9 на 39 нет вот этих вот дурацких карманов между цевьем и ствольной коробкой которые есть у лсити и которых конечно же не должно быть обращает на себя внимание то что у 9 на 39 выполнены характерные выштамповки в передней части крышки ствольной коробки у лсити их нет и также элемент фиксации крышки ствольной коробки в виде вот этой ступеньки у лсити сделан геометрически абсолютно неверно также неправильно у лсити сделан рычаг взведения который взят атака серии у 9 на 39 рычаг взведения правильный и также у 9 на 39 маркировки в правильном месте у боевых автоматов правда идет литера р х здесь т х вот но в лсити маркировок никаких не видно вообще флажок предохранителя у обоих приводов реализован похоже единственное что в лсити отсутствует характерная вот эта выемка в корпусе у стопорной ступеньки которую делает 9 на 39 только ленивый не пнул лсити за неправильный абсолютный вид кнопки фиксации крышки ствольной коробки у 9 на 39 кнопочка правильная она подпружиненная вот функциональная но эта особенность уже полу люкс версии то есть на серийных образцах кнопка без пружинки но выглядит точно так же я не буду касаться всех геометрических точности и размеров я это все уже рассказывал касательно привода всс винторез но чисто визуально мы видим что не совсем правильного сети сделано антабка передняя абсолютно неправильно сделаны кронштейны под оптику которые являются одной сплошной деталью в то время как у 9 на 39 это две отдельных детальки неправильно сделан рычаг отмыкания магазина абсолютно неправильный спусковой крючок пластиковый который взят от 3 гирбокса подчеркну что привод отдельно 39 установлен металлический спусковой крючок являющийся точной копии боевого переводчика режимов огня что у 9 на 39 что у сети сделан не идеально у 9 на 39 я про его недостатки уже сказал уэл сети его главный косяк в том что он как будто бы перевернут вверх ногами то есть на самом деле он должен быть наоборот сделан рукоять ул сети более угловатая и толстая чем у 9 на 39 у 9 на 39 рукоять скругленная удерживать ее гораздо приятнее и она чуть уже приклад л сети обладает рядом принципиальных недостатков первое это его микроскопические размеры он значительно меньше чем у 9 на 39 во вторых кнопка фиксации сложного приклада у сети квадратная а у 9 на 39 круглая как у боевого и наконец затыльник приклада который у вас сети во первых очень маленький во вторых абсолютно прямой у 9 на 39 сделан с характерным изгибом и по размерам гораздо ближе к боевому поэтому с точки зрения копийности привода 9 на 39 боевому конечно же гораздо несравнимо ближе чем л сети и фактически сейчас единственное что не совсем копийно выглядит это переводчики режимов огня все остальное сделано просто очень очень похожа но может быть еще рычаг отмыкания магазина у боевого чуть более изогнут прицел пасу 1 м 2 0 1 предназначены для в сс без проблем устанавливается на айс вала 9 на 39 а вот пасу один предназначенный для свд на этот привод не установится потому что будет мешать лампочка подсветки часто спрашивают меня чем отличается серийная версия от люкс версии а тут так вообще взрыв мозга потому что эта версия полулюкс но на самом деле все просто люксовый айс вал эта версия на которой путем доведения мельчайшие деталировки это имитация фрезеровки нанесение клеем создание каких-то мельчайших выштамповок и скругление и обработка отдельных деталей страйкбольный вал приводится к внешнему виду по мельчайшей деталировки максимально соответствующему боевому естественно эти все мелочи оценят только те кто реальный боевой вал в руках держал и знает что где должно быть делается все это вручную поэтому люкс версия стоит очень дорого и делается очень долго при этом то что заметно невооруженному глазу у люкс версии это наличие изгиба на затыльнике приклада подпружиненная кнопка крышки ствольной коробки наличие выштамповок в передней части крышки ствольной коробки наличие вот такой вот прямоугольного вдавления на нижней трубке приклада и наличие заводского клейма и именно эти заметные глазу изменения нанесены на полу люкс версию то есть полу люкс версия это серийный аэс вал на котором реализованы самые заметные самые значимые фишки от люкс версии всего остального здесь нет вот все это имитации фрезеровки скруглений прочих мелочей здесь вы не увидите но и стоит такой вариант значительно дешевле вот что такое полу люкс вот что такое люкс серийный аэс вал по балансу по копийности за исключением вот тех моментов которые я перечислил от привода вот этого не отличается ничем привода отдельно 39 комплектуются стандартным цимовским гирбоксом со 120 пружиной и легендарным черным моторчиком ствол длиной 433 миллиметра 603 толщиной по моему сейчас идет зика airsoft производства в чем плюс проводится на производстве шимминг проводится проверка компрессии и как правило вся продукция на выходе имеет выхлоп 135 до 140 метров в секунду что естественно приятно что 20 пружине это говорит именно наличие хорошей компрессии а из вала тл сети выпускается в двух сейчас версиях которые отличаются именно начинкой в обеих версиях установлен обычный гирбокс от л сети ака типа третьей версии но в версии об то есть улучшенная обгрейченная стоит по моему стальная направляющая пружины и еще там какие-то мелочи то есть ну большой сильно разницы нет но по крайней мере в такой привод можно уже втыкать 130 пружину л сети использует магазины собственного производства механические они выполнены в коричневом либо в черном пластике в черном пластике почему-то дороже как правило сидят магазины всегда с небольшим люфтом то есть все магазины в этом приводе обладают люфтом как продольным так и поперечным что конечно же не приятно но проблем с подачей при этом абсолютно никаких нет вы видите емкость этих магазинов 55 шаров сейчас правда л сети выпустили версию на 100 шаров правда стоит она в два раза дороже то есть если вот эти вот магазины маленькой емкости стоит порядка 500 рублей от 500 до 600 и далее то емкостью 100 шаров они стоят больше 1000 рублей но в принципе магазины хорошие качественно отлично подают но на боевой конечно не сказать чтобы особо были они похожи привод от 9 на 39 также использует собственные механические магазины начиная с 7 поколения механические магазины отдельно 39 являются точной копией боевого магазина фактически вот эти отливки сделаны из корпусов боевых магазинов поэтому отличий вы не найдете даже если будете их искать что касается начинки здесь конечно все это выглядит немножко кустарно но главная особенность этих магазинов том что они подают абсолютно исправно никаких проблем с подачей к счастью не бывает плюс они разбор на их можно разобрать и если что там все смазать и почистить емкость таких магазинов порядка 65-70 шаров стоят они тоже где-то тысячу сто рублей но по крайней мере обладают очень крутой копейностью и что приятно родные магазины приводят 9 на 39 люфтом не обладают вообще и да раньше была проблема что магазина 9 на 39 при всей их крутой копейности так как выпускается не очень много нельзя было просто заказать эти магазины и получить их там через два дня 10 штук их надо было также ждать причем иногда ждать достаточно долго но к счастью эта проблема была решена очень просто привода 9 на 39 седьмого поколения то есть седьмое поколение это то что выпускается после января 2016 года магазин отел сети люфт даже меньше чем в приводе отел сети вот вам пример с подачей также проблем не замечено то есть продукция 9 на 39 сейчас вся новая на сто процентов совместимо с механическими магазинами отел сети и ни для кого не секрет да что я поклонник продукция 9 на 39 она мне нравится в частности этот вал это мой вал я купил его себе и уже играл с несколько игр кстати отлично поиграл и возможно возможно я действительно предвзят и субъективен и закрываю глаза на недостатки этой продукции по крайней мере многие очень многие меня в этом обвиняют поэтому сегодня мы обратимся к независимому эксперту очень известному и уважаемому который поможет нам разобраться действительной продукции от 9 на 39 так хороша насколько я это расписываю поэтому сейчас посредством телепортации на точнее монтажа мы перенесемся в другой город всем привет друзья еще раз и так с нами сейчас дмитрий известный широко не диванный эксперт звезда российского страйкбольного ютюба привет еще раз дмитрий и так два агрегата подержал ты в руках пострелял и наверное есть какое-то свое мнение которое ты теперь можешь озвучить да у меня есть свое мнение я готов озвучить себе дорогие подписчики наших каналов ну в первую очередь канала таганай с вами здесь не действительно не диванный эксперт и у вас есть уникальная возможность услышать мой оригинальный голос шутка вал от лсити и вал от ста они же 9 на 39 правильно да поддержал ну вал от лсити чего их оттаить я держал уже неоднократно последний раз на года два назад даже делал на него небольшой обзор в принципе он хороший привод пока не возьмешь его в руки потому что мало кто знает да что отечественное оружие оно не только должно быть стальным да но еще должно быть правильно сбалансировано так вот вал от лсити он не сбалансирован вообще никак то есть это очень тяжелый привод который по весу превышает вес автомата калашникова и это ни в коем разе не идет сравнение с оригинальным прототипом который мега легкий да он на килограмм легче да а поскольку это все-таки оружие для спец подразделения где каждый грамм имеет ощутимое значение ну вот все преимущества крепкость там сбитость там и прочее она меркнет прежде чем у нас баланса вот я держал вал от нпоек наверняка вы это все видели и вот сейчас первый раз я взял в руки вал от ста но это самый лучший вал которая сейчас держал страйкбольный потому что реально он самый легкий при этом опять же есть из стали где нужно и по балансу я ставлю ему крепкую пятерку и трудают как бы не преувеличение тут данил вас не обманывает это реально самый сбалансированный страйкбольный вал который вы сейчас можете приобрести проблема с приобретением да не про них известно но тем не менее если вам повезло и мы стали от счастливым владателем такого привода могла только позавидовать реально хорошая штука так ну чтож давай поговорим о результатах стрельб то есть мы постреляли мы попадали в мишеньки и в принципе вот как на мой взгляд примерно результаты сопоставим учитывая что выхлопу этих приводов порядка 135 метров в секунду я фронометраж проведу что мы можем сказать по кучности точности и вообще звуку работы там гирбокса надежности ну по звуку звук ул сети более приглушенный но как мы потом выяснили стволик здесь просто не доходит до дульного среза фбс и поэтому соответственно воздухом немножко как бы глушится при выходе здесь упор да здесь стволик практически идет под срез поэтому здесь звук менее приглушенный но звук не понравился больше выставку и в принципе по результатам стрельб не больше понравился как стреляет приводов и сто опять же может быть это будет видно на видео пристреляться быстрее получил да да то есть тот самый как бы момент когда ты реально понимаешь что ты попадаешь туда куда хочешь lct но это китай это лотерея и два абсолютно одинаковых привода из одной же партии могу стрелять совершенно по-разному поэтому здесь я ничего про lct сказать такого не могу из него тоже можно попадать плюс дистанции у нас были шуточные по страйкбольным меркам около 30 метров но тем не менее как бы ну оба привода работают шарики подают про магазин мы там расскажем обязательно но опять же стрелять просто держать в руках вал от лct гораздо приятнее чем от лct учитывая то что сети у нас между прочим аккумулятор не глушители да да у нас наша версия предоставлена нам она имеет вот выход под аккумулятор на приклад и даже это не спасает его от дикого дисбаланса и он реально тяжел сдержать его в руках неудобно давай тогда про недостатки что тебе все-таки бросилась в глаза из недостатков привода 9 на 39 мы понимаем что он не может быть все равно идеальным хотя конечно наверное ребята к этому стремятся но тем не менее было же что-то что не совсем понравилось конечно было да да на самом деле суть не в этом дело в том что все познается в сравнении да и поскольку я уже наверно перещупал все страйкбольные валы которые сейчас есть на рынке вот я надеюсь конечно получается так что сравнивая с тем что было с то что он самый удобный да мы про этом уже сказали из недостатков но я не понял переводчик огня реально то есть по переводчику огня у меня были вопросы первых он мега тугой во вторых его работа в одиночном режиме данил вам потом наверно покажет я продемонстрирую крупные планы она несколько мешает вообще прикладыванию пальца на спусковой крючок я это тоже не понял то есть все валы которые там от нпо от лсити у них такого нету то есть переводчик он меня несколько смутил насколько это соответствует боевому прототипу боюсь что нет не соответствует совершенно но вот это меня больше всего это наверное и напрягало примыкание магазина нет претензий регулировка хопа практически нет претензий по сравнению с теми же лсити у которых да и так глазу не за что зацепиться по большому счету приятный приятный во всех отношениях привод и работает держать его приятный в принципе опять же никаких люфтов на нем я особо нет а их они все я проверю да про магазин сказать можно я скажу да значит но опять же если кто не в курсе то этот магазин от сети это магазин от 100 магазин от 100 очень сильно напоминает боевой прототип в отличие тоже у сети но об этом уже тоже говорили только даниил принципе и и этот этот магазин подходит к 100 они тоже подают хотя вот к лсити у меня были может быть просто показалось но есть небольшие нарекания с подачей он защелкивается прикольного примыкать его достаточно как-то вот приятно да потому что он это делать с щелчком да ты сам такой прям звук сочник да вот так нет но это тоже он сейчас да вот то есть беда в том что по щелчку нельзя определить при примкнулся он или нет но щелкает он забавно в отличие от магазина теста вот он это делает качественнее но менее шумно зато лифтов общение установлено немножко небольшой люфт это нормально ну даже больше да то есть родной магазин здесь летит гораздо больше так что это совершенно не показатель главное подача подача нормального ну что ж давай резюмировать как-то ну возвращаясь к началу разговора до продукты разно нишевая потому что все равно и начинка у них разная был сетена своя здесь здесь цимовский стоит гербокс да то есть сюда ставят цимовский гирбокс и опять же но цима этого скажем так поколение она очень сильно отличается то что было несколько лет назад прим более легендарный черный мотор че до борьба ними охотиться нет просто в отличие от мнения других обзорщиков все-таки хорошее может стоить дешево вот просто надо как-то следить за тенденциями и за рынком вот работает работает сколько-то с ним уже играешь нет свалом я играю недолго мне пришел в октябре ну то есть пока мы его еще не сильно испытывали в бою нет но я играл съездил с ним на игры кстати мне с ним фортиво на играх очень хорошо но отзыв именно длительной эксплуатации я сделать не могу я могу провинторез с которым я уже почти полтора года понятно нет тут тут ситуация банально до безобразия если вы не сломалась первые там два-три дня ну да скорее всего она прослужит дольше да потому что как бы в этом-то все китайское но и отличается резюмируя я себе если бы я был фанатом этой серии конечно бы все-таки что я выбрал вал от 100 потому что но он не очень просто я не фанат именно такого форм-фактора но опять же даниил он не обманывает вас он реально как бы объясняет что это один из самых лучших вообще в принципе вариантов отечественного трекбольного оружия и в принципе конечно ну курс курс доллара несколько сблизил эти два варианта на сети он подорожал из-за курса цена на 100 практически не изменилась не и до сих пор еще держат на уровне но в силу некоторых определенных обстоятельств поэтому если вы фанат именно но отечественной серии хотите чтобы баланс был такой же как на боевом и при этом это был бы аехани гбб соответственно конечно тестово если вам все равно если вы любите качать руки да вот и делать это посредством страйкбола то конечно когда можно взять тело сети потому что это отлично тренажер кетлер да вы накачайте руки после того как вы потом возьмете пола теста он не будет весить ничего вот то вот резюме а так ну оба нормальных продукта и роба рабочих ладно дима большое спасибо за консультации большое спасибо что приехал за тир который мы с удовольствием постреляли ну что ж до новых встреч и не забывайте подписываться и ставить лайк на канал таганай и на канал не диванный эксперты всем пока